Дворца молодежи Оно будет проходить два дня Все два дня будут для участников мастер-класса Это закрытые мероприятия только для участников Там проводятся мини-турниры И потом в конце, в воскресенье, в 6 часов Будет концерт, на который могут прийти уже все желающие И посмотреть лучшие номера от лучших участников, которые к нам приехали Вы просили представить, как неон-шоу Потому что на своем мероприятии будет неон использоваться Но я так полагаю, что вы работаете и с огнем настоящим в том числе Работаем, но не в помещениях Только в открытых пространствах Да, огонь только на открытом пространстве Ибо, ну, не хотим мы стать поджигателями Только чтобы поджечь эмоции А расскажите, что вы используете? Какие вы используете, не знаю, приспособления? Вижу, вот позади вас что-то лежит интересное Да, реквизит на самом деле очень много разного Это, например, дабл стафф То есть две палки, их можно по-всякому, по-разному крутить Есть также стафф, это большая палка Которую также можно крутить, вращать, подкидывать, по себе катать Есть, например, шары для контактного и классического жонглирования Алиса может продемонстрироваться А с ним, что с ним делают? Голдуют с ним Есть у нас обычное жонглирование, когда мы подкидываем мячики в воздух А есть контактное, когда мы катаем по себе А по нему можно гадать? Он похож на гадальный шар очень Ну, я думаю, можно, да На самом деле тут ничего сложного нету Это просто ловкость рук идет Никакого мошенничества Никакого мошенничества абсолютно То есть вы как организаторы являетесь также еще и участниками или профессионалами Вы будете вести мастер-классы, ваше участие в чем? То есть я полагаю, вы тоже все это умеете делать? Конечно, умеем Вот профессионалы, не профессионалы, потому что дипломы никто не выдает фаерщикам и специалистам в нем на вам шоу Но как бы учим людей, учимся у тех, кто знает больше, сами и да, сами ставим выступления А как давно вы занимаетесь этим? Ну, я, наверное, в коллективе старожил Я этим занимаюсь уже шесть лет Вот А, Оля? Ну, наверное, сколько? Года четыре Где-то так Ну, приличный срок То есть это является вашим хобби, или это уже прям профессиональная ваша деятельность? Вы занимаетесь непрофессионально всегда и только этим? Профессиональная хобби Знаете, да, наверное, можно сказать про нас, что мы фанаты своего дела Вот работая с огнем, да, как это вообще безопасно? Потому что вы, вот, он вблизи вас непосредственно, как вам самим не страшно с ним работать? Для вас это точно опасно Вот А для нас со стажем четыре года и шесть лет Вот это, ну, как сказать, риск есть, конечно, но он минимален Мы соблюдаем технику безопасности Хорошо Такой вопрос Название «Лед и пламя» Ну, пламя, понятно, откуда оно взялось, да, а почему лед? Ну, название придумала Валентина Шарапова То есть она была первым организатором, она была, скажем так, родоначальником нашего объединения И когда мы думали над названием, мы думали, что нужно что-то простое Зачем какие-то помпезные названия? Долго думали-думали, а потом пришло в голову «Лед и пламя» То есть лед — это свет, который используется в наших выступлениях, а пламя — это то, что внутри нас О, как классно А такой вопрос, скажем, вот люди сейчас смотрят, да, кому-то вот чувствуют «Я хочу, я хочу вращать огонь, я хочу вращать неон» Он может прийти на закрытое мероприятие? Или это не для новичков, а уже для тех, кто занимается хоть какое-то время? Ну, у нас есть мастер-классы как и для профи, тех, кто уже достаточно давно занимается И так для тех, кто новенький в этом деле То есть вообще с нуля можно прийти Вот я никогда такого не делал, никогда То есть я могу просто прийти, и вы мне скажете, ну вот тебе поджигаем, вперед Открути Ну нет, огонь мы вам в руки сразу не дадим Это минимум полгода должно пройти Минемум полгода Полгода Да, прежде чем вы на тренировочном реквизите Там у нас обычно это носки с гречкой Покрутите, научитесь, когда уже будет получаться по себе не попадать Там в лоб, в ребро, еще куда-нибудь Тогда можно пробовать с огнем Ну а со светом, конечно, можно всем работать сразу Потрясающе Жаль, что вы не крутите в помещении огонь, потому что хотелось бы увидеть огонь Но сегодня вы нам покажете, как можно крутить не он, как профессионал Я верно говорю? Покажете? Да Хорошо, тогда смотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!